Впрочем, новые технологии сегодня осваивают и те граждане, которые еще вчера ни сном, ни духом про них ничего не знали. В отдаленные деревни Алтайского края приходит интернет, и теперь селяне, не выезжая из дома, могут оформить загранпаспорт, социальные пособия и получить массу других услуг. В небольшом населенном пункте Алтайского края, Санниково, почти все жители знают друг друга. Если нужного человека не застать дома, то, скорее всего, его можно встретить в очереди самого людного места села, на почте. Получаем пенсию, получаем компенсацию и получаем субсидию. Вот три раза мы ходим сюда. Потом мы платим за свет сюда, за телефон, на почте, да, за газ. Здесь же в очереди на днях прошел слух. Жизнь в Санниково скоро изменится, так как село стало электронной деревней. В Дом культуры поставили компьютер, и им может воспользоваться любой желающий. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, что это за оборудование, для чего оно служит? Впрочем, компьютер – это не самое главное. Электронная деревня – это, по сути, информационный киоск. Во время подготовки к запуску в села протягивают интернет, и там, где необходимо, запускают сотовую связь. Электронными деревнями в крае стали уже 12 сел, а до конца месяца их число удвоится. Ну, здесь удобнее. Здесь человек пришел и сам оплатил, что не надо стоять ни в очереди. С помощью компьютера на едином портале доступны более 40 региональных и муниципальных услуг. А значит, сельчане могут заказать загранпаспорт. Паспорт деревни им не позволяет.